Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио, Алексей Орлов и Михаил Ять. Здрав, будь Михаил! Здравия, Алексей! Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. На какую тему ты сегодня решил поговорить? Тема сегодняшней беседы будет такая. Никогда не говори никогда. Ну что ж, хорошая тема. Давай попробуем ее разобрать. Значит, начать следует эту тему, я думаю, вот еще. На сайте Народного Славянского Радио, каналу YouTube, появляются некоторые комментарии с содержанием таким. А я для себя уже решил, что это вот так, поэтому это вот так. Я даже не буду там никуда ничего заглядывать, ничего смотреть, анализировать, потому что я так решил. Я давно так решил, и поэтому вот есть такое мнение, больше никаких нет. А я вот, например, когда сейчас стараюсь что-то говорить, употребляю фразу, не знаю, кто это заметил, кто не заметил. Я стараюсь говорить, что с моего сегодняшнего уровня понимания, ну и потом высказывать какую-то эту самую мысль. На самом деле, эта фраза не просто так в моем запасе слов появилась. Это не какая-то, как это назвать, отмазка или еще что-то, чтобы потом за свои слова не отвечать. На самом деле, я вот заметил, какой момент, который хотел бы сейчас обсудить, а потом важно, что Алексей про это тоже высказал. Я заметил вот что, что часто наши какие-то мировоззрения, какие-то моменты в жизни, которые мы считали правдой, они через какое-то время, с большим пониманием, когда мы на это дело смотрим, они для нас становятся ложью. Мы можем эти моменты, конечно, не принимать, оставлять все как есть, но в итоге тогда может все пойти, так сказать, по плохому варианту по его развитию. Пример такой. С маленьким детям говорят, что есть Дедушка Мороз, он приносит им подарки, но когда мы становимся чуть побольше, то почему-то мы понимаем, что все-таки подарки-то нам не Дедушка Мороз принес. А если еще глубиннее, вот я сейчас копну, откуда вообще мне вот эта мысль-то пришла об этом задуматься? И вот на нашу жизнь посмотреть. В одной из книг, сейчас даже не помню автора, там была передана информация, я не знаю, с какого она там уровня пришла, но когда я начал о ней задумываться и в жизни нашей смотреть через эту информацию, я заметил, что действительно такое присутствует. Информация была сказана такая. Когда человек или какое-то другое там существо достигает определенного уровня развития на какой-то ступени и переходит на новую ступень своего развития, то многие установки, много информации предыдущей ступени, там даже приводилась цифра, чуть ли не близкая там к 100%, там, по-моему, было процентов 90, такая цифра указана. То есть предыдущая информация, которая на предыдущей ступени была для вас правдой, была для вас только так и никак по-другому, она становится для вас ложью. И на новой ступени вы уже принимаете, осознаете, используете другую информацию. Но все так ладно и гармонично в мироздании устроено, что вот эти вот 10%, а может даже меньше информации, которую вы с собой в багаж берете с предыдущего уровня, переходя на следующий уровень, оно является как раз вот этой 10% информацией таким связующим звеном. И на следующем уровне вы уже не говорите, что у вас в мозгу не получается такого разрыва шаблона и мозги на бекре. А именно вот этот кусочек пазла предыдущей информации, он ладно и гармонично помогает вам идти дальше. И вот пример, который я приводил с Дедушкой Морозом. Дети же, когда это осознают, они после этого не начинают считать своих родителей какими-то лжецами, какими-то вот такими плохими существами, которые их специально, целенаправленно ставят в заблуждение. А когда они еще выше становятся, то они понимают еще, а почему именно так поступали родители. Почему именно на этом этапе необходимо было ребенку доносить именно так. То же самое касается с информацией. И, например, когда говорят, нашли там детей в капусте или аист принес. У меня был, например, этап в детстве, когда я действительно искренне искал свою сестренку, которая пришла чуть позже. Но я почему-то уже знал, что она придет, но, правда, не знал, где искать. Я искал, разбирая, так сказать, кочаны, еще окончательно недооформившиеся кочаны, капусты, нагрядка, за что мне, бывало, и попадало. Вот так. Теперь вот конкретно про эту ситуацию, примитивно к чему? К тому, что вот люди, некоторые люди говорят, что я взял для себя какую-то установку, есть только она, и она не может изменяться. И вот примитивно к тому, что я рассказал сейчас. Алексей, хотелось бы услышать твое мнение вот по вот этой ситуации, по этому вопросу. Благодарю. Стандартная ситуация в нашем мире, она встречается постоянно и повсюду. Это связано с так называемым взрослением. Маленький ребенок, который первый раз увидел снег, ему нравится кататься на самках, нравится веселье, лепка каких-то комочков из снега. Он считает, что так будет всегда. Он просто с этим не хочет расставаться. Это говорит о том, что у него нет просто представления об этом мире, у него нет ведания этого мира. Но потом вдруг ни с того ни с сего приходит весна, снег тает, потом появляется зелень, цветочки. И ему хочется, чтобы было так всегда. Но и цветы заканчивает свою жизнь. Потом падают листья почему-то. Красиво. И он говорит, как здорово, я хочу, чтобы так было всегда. Но эти листья закрывает снег. Маленький ребенок на то и ребенок, что он не понимает всего бытия, а он просто цепляется за то, что ему нравится. Песня «Пусть всегда будет солнце», «Пусть всегда будет небо», «Пусть всегда будет мам», «Пусть всегда буду я» как раз это отражает. Маленький ребенок боится будущего, неизвестного ему. И поэтому он отвергает все, что связано с будущим, неизвестным. И он хочет держаться за то, что ему близко, за то, что ему родное. Так мы устроены. Но это только стадии взросления. Когда человек перерастает, этот уровень, выходит на более новый, он понимает, что у природы нет плохой погоды, всякая погода хороша. Он понимает, что жизнь очень интересная штуковина. И всегда в ней есть что-то новое. И он тогда уже отрывается от привычного. И переходит в некий рубеж. Рубеж взросления. И переходит уже от людины к человеку. Потом от человека к человече. Потом от человече к азу. Это и есть наш путь взросления. Но цивилизация нас приучила к тому, что да зачем им это все надо? Вот вам стабильность. Вот вам стабильность. Вот вам работа. Держитесь за нее. Вот вам коробка. Держитесь за нее. Вот вам машина. Держитесь за нее. А это все лишь навсего приманки, которые нацеплены на крючки. И чем больше крючков таких в нас втыкается, тем нам сложнее жить. надо понимать, что все, что мы говорим, все, что говорит Михаил, говорю я, это относится к определенному времени, к определенному возрасту, к определенному уровню знаний, которые даются к этому времени и к этому возрасту. И то, что вы будете слушать через год, может быть совершенно уже неактуальным для вас. Совершенно непотребным. Это не говорит о том, что мы тогда, год назад, говорили какую-то кривду. Мы говорили только то, что необходимо было сказать тогда, для того, чтобы у вас что-то внутри прозрело, чтобы что-то проклюнулось, чтобы вы куда-то двинулись. Но наступят моменты, и это окажется ложью. Не с точки зрения кривды, а с точки зрения поверхностного. Ложа. Вам всего лишь указывали на поверхность. И на этой поверхности нужно было или что-то построить, или что-то достать из-под поверхности. То есть, двинуться вглубь. Или что-то надстраивать. А может быть, и вглубь, и вверх. Поэтому для вас через год, то, что вы слышали тогда, было правдой, сейчас становится ложью. Это путь взросления. Поэтому никогда не говорите никогда. Жизнь меняется. И недаром есть такая поговорка, что на одном известном кольце было написано «Все пройдет». И это тоже. Все проходит. Но если человек маленький и глупенький, он жалеет ушедшего. Он ищет прошедшее. Он ищет вчерашний день. Он переживает, страдает, мучается. А если он разумный, то он понимает, что будет что-то новое. И это новое необходимо познать, самосовершенствуясь, развиваясь, взрослея, чтобы потом все это свить вместе. И получив этот новый багаж, двигаться дальше. На пути взросления своей души, взросления своего духа, взросления своего высшего, божественного Я. то есть принести в род свои такие знания, которые помогут этому роду быть крепче, быть сильнее и помочь свету дальше становиться более сильным, более мощным. рода заинтересованы в том, чтобы мы здесь на земле взяли самое лучшее. Чтобы мы проверили те программы, которые здесь мы же сами и создавали, находясь в родах. И проверив эти программы, мы усовершенствовали их. Потому что эти программы здесь, в школьном, вот этом классе, опробируются, а дальше, по принципу тяжело в учении, легко в бою, они уже выбрасываются в те пространства, где мы уже будем реально существовать. Здесь игра. Здесь игра. И не более того. Но в этой игре мы совершенствуемся, совершенствуем свой дух, усиливаем совесть, усиливаем душу. Кто-то говорит, взращиваем душу. Здесь мы познаем какие-то такие интересные моменты, которые нам пригодятся в дальнейшей реальной жизни, в тех мирах, откуда мы пришли. У кого какая задача? У кого-то червем здесь быть, а у кого-то становиться Богом. Поэтому каждый воспринимает мир по-своему. И не надо кому-то что-то доказывать. Как можно слепому доказать, что есть Луна, если он от рождения слеп? Невозможно. Зачем вы будете тратить время на доказательство того, что для него не очень видно, что он не понимает, что он никогда не поймет, находясь в этом теле. Вы говорите на том языке с ним, который ему понятен. Приводите те примеры, которые ему ясны. Тем самым вы сможете помочь и ему, и себе. постарайтесь не зацикливаться на том, что вы когда-то от кого-то услышали. Это детский подход, о котором мы говорили в одной из передач. Детский подход хорош для игры, но плох для жизни. Поэтому когда-то надо быть ребенком, когда-то нужно становиться юношей, когда-то надо становиться взрослым, а когда-то старче. Не дряхлым, а старче, который ведает об этом мире намного больше, чем знает малыш. И через свои знания старче обязан доносить малышу все то, что он знает об этом мире, помогать малышу вспомнить, для чего он здесь, на этой земле, кто он и откуда он. Только таким образом мы сможем выходить дальше. Мы сможем изменять этот мир. Мы сможем помогать друг другу. Поэтому постарайтесь это осознать, постарайтесь понять, что слово «никогда» ставит в первую очередь вас в определенной рамке и разворачивает вас носом в тупик. мир ничем не ограничен, кроме вашей мысли, кроме вашего представления об этом мире. Он настолько перевернут, насколько может перевернуть его ваше сознание. Вот все, что вы думаете об этом мире, то и воплощается в этом мире. Если вы поставили рамки «никогда», то тогда мир отвечает вам «хорошо, пускай для вас это никогда и не наступит. Вам же надо быть ограниченным». «Хорошо, вот вам границы». А дальше начинаются проблемы, потому что границы визуально установлены, а прилетает что-то из-за границ. И с вами начинаются серьезные проблемы. Вы это не видите, потому что границы вам мешают, которые вы же сами поставили, а из-за границ что-то прилетает. Какие-то неприятели образуются, какие-то болезни. Почему? Да потому что вы их не можете увидеть. Вы поставили границы, вы сказали «никогда». Если вы разумный человек, то в этом случае вы все это поймете. Если вы на стадии становления детском, ну послушайте как сказку, может быть пригодится в дальнейшем. Через год, когда вы услышите эту нашу программу, вы будете удивлены, какую же глупость мы говорим. Ведь это же так все просто, очевидно. Зачем мы говорим это? А сейчас, когда вы первый раз слушаете, вы, может быть, скажете, какая глупость, что вы там говорите, какие-то границы. То есть сейчас вы называете этой глупостью, можете, вернее, называть этой глупостью, потому что для вас это еще не раскрыто, и вы кое-что еще не поняли. А через год для вас это станет настолько очевидным, что вы скажете, да что вы там это говорите, это же просто это все очевидно, потому что вы растете, потому что вы вырастаете. Ну вот примерно так. Ну одну мы фразу с тобой разобрали, никогда не говори никогда. А напоследок я думаю людям можно еще дополнительных тараканов голову подкинуть, пусть они дома поразмышляют над фразой «Сейчас такая жизнь пошла, что никому верить нельзя, вы уж не поверьте». Ну а теперь на семья можно и расстанется. Благодарю богам нашим светлым, предкам нашим славным, и тебе Алексей за эту беседу. Благодарю. Благодарю тебе, Михаил, благодарю нашим радиослушателям и зрителям за то, что сподвигаете Михаила на интересные вопросы своими письменами, продолжайте в том же духе. Благодаря вам мы разбираемся с теми темами, которые сейчас на данном этапе кого-то из нас волнуют. Благодаря вам создаются эти программы и эти передачи. Благодаря вам вы сами растете. Низкий поклон вам, друзья, так держать. На 7 я с вами прощаюсь. Напоминаю, что с вами было Народное Славянское радио Алексей Орлов Михаил Ять. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. И лети ты на крылатом коне Рус далекие тысячи летья Рус Народного Народного